Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ище молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, всех вождей и воинов на поле брания душу свою положившей за Первое Отечество в годы Великой Отечественной войны. Христе Божий наш, и все изденные нами поминаемы, к Тебе славу воссылаем, все безначально Твоим Отцем, Пресвятым Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Яко Тесе, воскресенье живот и покои усопших раб Твоих, все изденные нами поминаемы, всех, брата, убийств, но и смутив земли нашей невинобеденных, всех вождей и воинов душу свою за Отечество положившую. Дорогие ветераны наши, дорогие жители города Горловки, от лица духовенства я всех вас сердечно поздравляю с этим великим днем, днем освобождения нашего города. Хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов за то, что они, не щадя себя, шли, чтобы освобождать нас, проявляли такую жертвенную любовь, о которой мы даже и подумать не можем. Многие шли, чтобы защитить свои семьи, свою супругу, детей, а были такие люди, у которых и близких не было, и все равно они шли, потому что у них была такая любовь к близким. Хотели, чтобы люди, которые жили в следующих поколениях, ведь уже прошло полных два поколения после войны, хотели, чтобы они спокойно жили на этой земле, и поэтому стремились, не щадя себя, шли и верили в то, что победят. Ведь самое главное — это вера. Если человек не верит, то ничего в будущем его не ждет. А самое главное — это, естественно, вера в Бога. Ведь многие, хоть и тогда была запрещена православная вера, и тайно молились. Ведь когда человеку особенно больше ни на что надеяться, а именно в те минуты, когда нападал враг, люди как раз и молились Богу, и Господь помогал. Низкий вам поклон, дорогие наши освободители, дорогие ветераны, но их вам и благих лет жизни. Привыкнуть, успокоиться бы надо, Но вот уже опять в который раз В воспоминании горестные залпы На улицу выплескивают нас. Наш мирный день, как высшая награда За кровь и слезы наши на войне. Пусть только безобидной канонадой Гремят салюты в гулкой тишине. Слышите? 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 Нет на земле тишины. Воздух, которым вы дышите, Гарью пробитан войны. Взорваны шахты и домны. Донбасс освобожден родной. И встала страна огромной. Встала на смертный бой. В ночь на 4 сентября 1943 года Советские войска вышли на околицу Горловки. Перед отступлением немцы Облили керосином террикон шахты-кочегаркой. И подожгли. Этот гигантский факел пылал несколько суток, Наводя ужас на мирных жителей. Но дьявольский огонь не мог остановить освободителей. И 5 сентября 1943 года Горловка была полностью освобождена. Митинг, приуроченный 73-й годовщине освобождения Горловки От немецко-фашистских захватчиков Открывается гимном Донецкой Народной Республики. ПЕСНЯ Слово предоставляется первому заместителю Главы администрации города Горловка Павлу Владимировичу Калиниченко. Здравствуйте, уважаемые друзья, Любимые горловчане. В этот день особо воспринимается Тот факт, что время циклично И освобождением из защиты Горловки Уже занимается как минимум на нашем с вами веку второе поколение. Сегодня присутствуют уважаемые ветераны, Которые делали это в 43-м году и ранее. И сегодня присутствует Наше с вами сегодняшнее поколение, Которое отдало силы, А иногда и жизнь За защиту и освобождение Нашего города. Честь и хвала Защитникам города Горловка Вечная слава Героям Донбасса. Слово предоставляется Председателю Городского Совета ветеранов Александру Васильевичу Колодя. Дорогие горловчане, Уважаемые ветераны, Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину Освобождение нашего города От немецких фашистских захватчиков. 4 сентября 1943 года После артиллерийской подготовки Наши части перешли в наступление И уже к исходу дня Горловка была полностью освобождена. Страшные картины предстали Перед освободителями города. В нашем городе Окупанты взорвали И затопили шахты. На азотно-туковом заводе Были взорваны Производственные корпуса. В руинах стояли Предприятия, школы, больницы, Жилые дома. Но самое большое горе Людям пронесло потеря близких. Многие погибли на фронтах. В освобожденный город Стали приходить запоздалые похоронки. Память о тех, Кто не вернулся с войны, Увыковечена памятникам и обелисках. Память о тех, Кто не вернулся с войны, Увеличена памятникам и обелисках. Увеличена памятникам и обелисках. Хочется верить, Что в памяти, Народной нашей памяти, Навсегда останутся герои, Защитников и освободителей родной земли. От имени городского совета ветеранов Примите горячие, дорогие горловчане, Самые теплые поздравления. По случаю годовщины освобождения города От немецко-фашистских захватчиков. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Праздникам, дорогие горловчане. Просыпаются спящие улицы, И солнце пронзает мой город насквозь. Желаем вам, люди, Сегодня пусть сбудется Все то, Что вчера не сбылось. В фонтане купается Утро погожее. И голуби Мирно галдят меж собой. Мы разные все, И такие похожие, Ведь мы Горловчане. Дружище с тобой, Снова праздник, Снова дата, Но не чей-то День рождения. Собрались все здесь, ребята. Повод есть и настроение. Вновь увидеться с друзьями. Спеть, смуглянку фронтовую. Рассказать, что было с вами. Вспомнить юность боевую. Какими путями прошли вы, солдаты? Какие преграды сумели сломить? Стираются лица, Стираются даты военных дорог. Никогда не забыть! Далекое время вам кажется близким, И нет очень многих друзей среди вас. Пути отмечая, Стоят обелиски, Ведут о боях молчаливый рассказ. Великой победы, солдаты, Герои великой войны. Все, что свершили вы, Свято для нашей свободной страны. Вы честь наша, Совесть и слава, Наш фонд золотой. И для вас Все сделать готова держава, И край наш рабочий Донбасс! Пусть наше небо чистым будет, Не гаснет радость и звезда, И крохот танков, И орудий уйдет из жизни Навсегда! В течение лет неприкословия Мы вам желаем всей душой Здоровья и опять здоровья, И жизни долгой и большой! Всем славным командирам и бойцам, И маршалам страны, И рядовым, Поклонимся и мертвым, И живым. Всем тем, которых забывать нельзя, Поклонимся, Поклонимся, друзья! Почтим память героически павших Минутой молчания. Минутой молчания. Чёрный камень Чёрный камень Что ж молчишь ты, чёрный камень? Разве ты хотел такого? Разве ты мечтал когда-то Стать надгробьем для могилы Неизвестного солдата? Что ж молчишь ты, чёрный камень? Мы в горах тебя искали, Скалы тяжкие дробили, Поезда в ночах трубили, Мастера в ночах не спали, Чтобы умными руками, Чтобы собственной кровью Превратить обычный камень В молчаливое надгробье. Разве камни виноваты В том, что где-то под землёю Слишком долго спят солдаты? Неизвестные солдаты, Безымянные солдаты, А над ними травы сохнут, А над ними кружит беркут, А над ними звёзды меркнут И качается под солны. И стоят над ними сосны, И пора приходит снегу, И оранжевое солнце Разливается по небу, Время движется над ними. Но когда-то, Но когда-то Кто-то в мире Помнил имя Безымянного солдата. Ведь ещё до самой смерти Он имел друзей немало, Ведь ещё живёт на свете Очень старенькая мама. А ещё была невеста. Где она теперь, невеста? Умирал солдат известным, Умер неизвестным. Ах, зачем ты, солнце красное, Всё уходишь, не прощаешься? Ах, зачем с войны безрадостной Сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, Прилечу орлицей быстрою. Отзовись, моя кровиночка, Маленький, единственный, Белый свет не мил, Изболелась я. Где же ты, моя надеждонька? Зёрнышко моё, Горюшко моё, Зорюшко моя, Где же ты? Не могу найти дороженьки, Чтоб заплакать над могилою. Не хочу я ничегошеньки, Кроме сына милого. За лесами моя ластонька, За горами, за громадами, Если выблаканы слоглазоньки, Сердцем плачут матери. Белый свет не мил, Изболелась я. Где же ты, моя надеждонька? Горюшко моё, Зёрнышко моё, Зорюшко моя, Где же ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова